здравствуйте уважаемые зрители меня зовут антон черноусов и я снова рад вас приветствовать здесь в нашем видео посвященном новостям мы начинаем второй сезон monthly cloud news видоизмененные и он будет состоять из трех частей и мы сейчас с вами находимся в самом самом начале и я надеюсь что вам понравится по традиции мы начинаем monthly cloud news с разговора с архитектором и в этот раз у меня в гостях и в этом эфире в этом видео мой друг и коллега роман архитектор в яндекс клауд роман здравствуй привет антон настало время поговорить про самое важное что у нас случилось в облаках вообще в целом в гипер скейлерах в целом в мире айти что затрагивает всех не только нас не только яндекс клауд потому что кажется что иногда в наших выпусках этого не хватало и вот есть идея начать с темы которая про которую все последние два или три месяца говорят и как-то вот она как-то вот зимы как началось так идет 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 и похоже не останавливается дай попробую угадать наверное ты подразумеваешь тот самый самый чат gpt конечно конечно но у меня есть собственный личный опыт у тебя удалось попробовать поиспользовать безусловно несмотря на все сложности что но у нас там ограничение есть есть ограничение есть необходимость регистрации однако все это в общем все умеют преодолевать все умеют все все облачные архитекторами из порой часто даже архитектору могут подсказать и научить да у меня личный опыт такой я попробовал во первых я готовил одно из выступлений на конференции девопс конф и там с удовольствием воспользовался немножко пошалил и использовал чат gpt как собеседника которому задавал вопросы получал очень аргументированные ответы я потом их перепроверял было связано с историей про финопс но очень очень хорошие из хороших источников выбраны были материалы которые в общем хорошо были обработаны чат gpt мне очень понравилось на самом деле работать с этой сеткой ты хочешь сказать что аргументация и проверка фактов факт чекинг она заняла у тебя не очень много времени и это было легко ну да здесь получилась такая история те данные которые мне чат gpt предоставил я очень быстро проверил ну может быть потому что я заранее готовился к докладу и поэтому у меня был уже наработан набор литературки который посмотреть источников где правильно посмотреть набор экспертов у которых можно было что-то поспросить поэтому в общем как бы достаточно бодро произошло такое взаимодействие этот первый вариант использования который кстати мне кажется многим докладчикам найти конференциях может помочь именно подготовки но это как бы вот история такая контентная когда можно взять прийти в сеть и сгенерировать какой-то новый контент спросив запрос получить ответ как будто бы поискал википедии как будто она под тебя мне кажется сделано в некотором смысле такой консенсус склейка из многих статей которая фактически дает ответ на твой вопрос ты знаешь вот эта сама история charge 5 она запустила огромную волну потому что все вдруг внезапно вспомнили что ой of notions то тоже есть возможность пользоваться какой-то нейронной сеткой условным искусственным интеллектом вот а вот поисковики то в себе встраивают уже так сказать если там была новость от бинка по моему да совершенно верно ты подметил что microsoft подсуетился очень вовремя очень быстро и своевременно вложив какие-то сумасшедшие деньги я даже затрудняюсь по моему 10 миллиардов что ли да 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 большая большая сумма ссылочку кстати наверное добавим шоу ноты к к этому видео чтобы можно было пройти про новость прочитать о официальном официальной коллаборации между компаниями хотя много наработок уже бывало много кто подходил к снаряду много кто пытался сделать какие-то шедевры какие-то свои первые пробы пера у кого-то получалось какие-то сети уже давно существуют однако все они в какой-то степени нишевые что ли можно если так сказать они не стали сильно популярными они ограничены каким-то функционалом и вот чат gpt он как-то выстрелил настолько стал большим доступным вот такое прям слово если сказать прям широко доступным все могут им воспользоваться и для генерации текстов и для генерации документации по фактам по каким-то первичным источникам и для генерации различного материала вспомогательного меня поразило что вот качество работы очень сильно скакнуло например мы с моим коллегой я эту историю несколько раз уже рассказывал но тем не менее здесь вот я хотел бы ее подсветить мы работали над материалами его книги и у него огромное было количество черновиков которые не стыковались очень тяжело очень плохо ему все не нравилось как автору не стыковались это был разные контекст разные темы или синтаксические морфологические моменты аспекты прям вы учитывали проблема в том что когда ты работаешь над большим произведением у тебя все равно не ты работаешь какими-то кусками а благодаря чат gpt удалось очень быстро этот кусок во-первых синхронизировать сделать его слитным монолитным сделать его непротиворечивым переписать какие-то моменты которые не понравились там понятно все равно получились вещи которые нужно было исправить но тем не менее мы вот эту вот редакторскую корректорскую работу с помощью чат gpt сделали получился очень добротный материал но основой для него был изначально подготовленный текст черновика вот с которым мы собственно говоря делали а вот скажи пожалуйста прямо здесь получается ведь правил довольно много исключений довольно много в расстановке запятых и и сеть нейросеть обученная по текстам по эталонным текстам да которые есть в широком доступе в интернете там книги газеты они же хорошо написаны получается нейронная сеть повзрослела повзрослела до такого уровня что умеет читать понимать и исправлять запятые ведь хороших много примеров когда там автоматически клавиатура вставляет запятые в телефоне и эти запятые бывают не к месту точки запятые точки не к месту и это порой и вот мешает здесь надо кстати мне кажется очень важную вещь подчеркнуть что сеть достаточно большая и очень сильно натренированная и более того это было ну изначально новость была про чат gpt которая третья потом 3 3 3 с половиной и сейчас вот работа 4 как будто новое поколение однако мы же понимаем и зная обзоры что под собой это подразумевает сильно большее на порядке большее количество моделей которые используют сеть под капотом для семь для построения вот этих логических связей для построения вывода семантические морфологически правильного тут ведь речь идет не только про английский она и на русском строе это точно также не правильно прила предложение с расставлением запятых после склонения по падежам по родам по числам и расставлению запятых до посреди причастных оборотов по сути дела очень интересный момент что вот это некоторые интеллектуальная работа ее можно сильно очень сильно ускорить для этого нужно натренировать более более мощную сеть а под любой сети мы знаем что лежат естественно железки конечно безусловно что у нас на фоне на фоне всего этого происходит с железом давай мы немножечко вот в эту сторону продрифуем по новостям мне кажется вот этот большой массив умных ответов он хорошо конечно же его можно объяснить как он работает на железе то что ты подчеркнул да обычно используется для этих целей серверные видеокарты ускорители которые позволяют огромный массив цифровых данных быстро обработать построить между моделями математические связи один ко многим многие ко многим и таким образом получаются довольно хитрые алгоритмы ветвления которые дают нам ответ надергивая его из разных разных источников на чем сейчас что у нас там в этой области происходит давай давай подсветим новости связанные что у нас вышло такого что пока нам недоступно как ты знаешь одним из лидеров можно ли называть прям название торговые марки я думаю в этом нет проблемы все прекрасно знают о чем идет речь это конечно же ускорители видяхи инвидия те самые серверные математические молотилки у которых нет видео выхода которые ставятся в слот или могут быть занимать сразу два слота в сервере огромная огромная плата которая имеет огромное количество вычислительных ядер ну что там сейчас нового а 100 т4 до с перехода до это актуальный на сегодняшний день видеоадаптер вместо него есть следующая модель page 100 она есть как в исполнении одиночном так и есть в двойном исполнении занимает два слота это как раз что я подразумевал когда видеокарта занимает два модуля т4 тоже хорошая машинка которая позволяет работать как с графикой как работать с математическими вычислениями и на замену и пришла уже l4 следующая модель анонсированная анонсированная тоже конечно анонсированная совершенно недавно и эти ускорители верхнего уровня и нижнего уровня high-end и low-end они как раз то и являются теми самыми ядрами на которых теми самыми вычислителями на которых обучаются машинные модели мл-модели получается тут новое поколение да это h100 получается и l4 нвиди их выпустила я понимаю спрос скорее всего там расписан уже на световые годы с учетом того что все ринулись под под всеми я говорю и бинг туда улетел и все все таки надо надо срочно к себе новые нейросети нужно я думаю этот спрос прям как ты думаешь стоит ли озвучить стоимость одного такого видео адаптера уже давай мы чисто вот так вот это достаточно дорогие машины которые не каждый бизнес себе может позволить однако хорошая особенность в том что операторы ну или облачные провайдеры вот те компании у которых эти мощности есть они предоставляют такие видеокарты в аренду ну да эти видео ускорители можно арендовать для расчета своих моделей для обучения своих нейросетей и этим можно пользоваться он-демант ты заказал на какое-то время сделал математические расчеты выключил больше за это не плачешь и тебе нет необходимости стоять в очереди годами потому что частником такие модели видеокарт скорее всего не продают но вот если мы вот про чипы начали говорить что на переднем крае у нас сейчас мы видим соответственно некоторые ускорители давай мы поговорим про серверные мощности потому что здесь тоже в общем есть тоже интересные чипы которые вышли наверно ты подразумеваешь серверные мощности вычислительные cpu не gpu не видеокарты на рынке процессоров тоже происходят некоторые изменения даже тектонические изменения все мы знаем про intel и про md про их многолетнюю гонку за вар уже за мегагерцами и гигагерцами за вычислительными мощностями за оптимизацией есть вот у тебя на столе мобильный телефон в котором обычный rm процессор он сильно специализированный он позволяет делать вычисления немного по-другому он холодный он ограничен по каким-то критериям вычислительных мощностях однако этих процессоров есть большое большое огромное семейство и в том числе есть серверные rm процессоры они доступны там по 32 64 по 80 ядер у них достаточно широкая линейка именно комбинирован именно процессоров в которых скомбинированы много ядер по разной эффективности например самые быстрые и более медленные больше потребляют энергии меньше потребляют энергии и вот за счет того что на одном чипе много ядер разной производительности разной мощности эти системы позволяют быть очень эффективными когда надо они потребляют много электричества и работают быстро когда задачи не настолько большие тяжелые работают на более медленных ядрах и позволяют экономить ресурсы не греть воздух ну понятно скажем так и многие компании гиперскейлеры те самые облачные компании кто предоставляет услуги по аренде вычислительных мощностей они конечно же заинтересованы не греть воздух и дать максимально удобные интерфейсы максимально удобные вычислительные мощности своим клиентам каждый из большой тройки мировых облаков много потратил много инвестировал в ранди много кто ну мы тоже тестируем ну конечно конечно мы не отстаем и точно также исследуем рынок исследуем возможности дать нашим клиентам больше мощностей дать может быть и дешевле выгодней ведь не всем нужны большие цифровые молотилки многим нужно выполнять задачи долго неделями неделями месяцами но не при этом не требуя огромных мощностей им нужны мощности в другом разрезе и вот в том числе rm процессора процессоры позволяют часть такой нагрузки забрать на себя поскольку они более эффективны работают по другому конечно требуется другая операционная система собранная под это ядро собранная под эту архитектуру однако такие операционные системы есть это и windows и linux они прекрасно умеют работать на ремах супер ну мы наверное какую-нибудь новость тиснем про какой-нибудь из последних процессоров что тебя вот впечатлило прям последнее что ты прочитал на эту тему последнее вот буквально месяц по моему назад я прочитал про 128 ядерный рем чип который в себе содержит несколько как раз типов ядер от энергоэффективных до производительных и на основе вот таких вот больших серверных чипов компании исследуют возможность строить серверы строить виртуализацию на таких чипах и предоставлять такие вычислительные мощности своим клиентам мы кстати когда говорим про вычислительные мощности про потребляемую электроэнергию нужно конечно вспомнить про строительство соответствующих учреждений где эти процессора в огромном количестве используются а именно про дата-центры потому что невозможно эксплуатировать без без специального места а что такое дата-центр ну на сути дела огромное помещение огромный вот такой ангар куда поместится может быть несколько футбольных полей или несколько самолетов этот ангар полностью набит источниками бесперебойного питания специальными чиллерами это кондиционеры только еще больше промышленные которые поддерживают температуру а в некоторых дата-центрах естественное охлаждение потому что процессоры не греются они кстати у нас есть специальный выпуск про людей наш специальный подкаст небольшой про людей которые работают в яндекс инфраструктуре в яндекс клауд и мы соответственно ссылочку дадим под этим роликом там как раз мы говорим про такие дата-центры про процессора про вообще инфраструктуру внутри в том числе которая используется у нас в яндекс клауд ссылочка будет обязательно пройдите посмотрите это очень интересное интервью а я хотел бы продолжить и даже может быть не продолжить а вернуться к началу нашего выпуска и вот завершить эту часть такой разговор с архитектором вот чат gpt все-таки за рубежом у нас же тоже мы не стояли у нас же тоже случилось конечно в наших дата-центрах тоже есть мощности вычислительные позволяющие работать нейронным сетям яндекс буквально недавно совершенно вот неделю две недели назад ну выпустил в этом времени пройдет побольше но тем не менее приложение одна из начальных таких версий которые позволяют запросить текстом у нейросети у приложения через мобильное приложение доступное на ios на android а нарисуй мне пожалуйста и нужно описать как можно более детально что ты хочешь кота там с кувшином у меня есть копибара совершенно замечательная которая там я предложение которое мы говорим это шедевру доступно на ios по-моему на android мобильное приложение мобильное приложение поставил и можно прям вот поразвлекаться плюс там лента совершенно замечательная где можно так сказать понаблюдать за результатами но это же только один пример у нас же помимо шедевру еще наши коллеги из соседних организаций совершенно верно потому что это тренд который сейчас актуален про это все хотят поучаствовать быть сопричастными и научиться пользоваться этим искусственным интеллектом коллеги выпустили сеть нейросеть кандинский которая организация сбера дам совершенно верно которая точно также умеет по текстовому запросу рисовать картинки при том делает это нисколько не хуже не лучше делает это по-особенному по другому да по другому каждая нейросеть она уникальна потому что прошла обучение на разной тематике на разных картинках на разных выборках однако чем этих выборок больше тем конечно же контекст будет интересней правильней ну и когда мы даем такой запрос запрос как код сосиска это это обычная фотография если мы просим нейросеть нарисовать к примеру кота в самолете то кота за штурвалом то конечно же это невозможные картинки в живой в настоящей жизни это будут сгенерированные картинки и нейросеть делает несколько подходов сначала рисуется какая-то условно очень упрощенная картинка к ней нейросеть добавляет много много деталей улучшается качество картинки за несколько проходов и того мы видим хорошую красиво нарисованную картинку которая скорее всего будет радовать глаз потому что на текущий этап это можно сказать приложение для души которая может нарисовать фантазию нарисовать то о чем то что невозможно я кстати вот на этой невозможной фантазии наверное мы завершим эту часть и все ссылочки о чем мы говорили и о процессорах и о новых карточках и о приложениях мы оставим конечно под этим видео и можно свою фантазию пойти и по так сказать попробовать реализовать да поговорить с приложением с телефоном и получить на выходе приятные картинки да а сейчас мы прервемся на вторую часть где о новинках мы будем говорить точнее не мы а разработчики и продукты и конкретно делать или про наших продуктов я был яндекс клаудных будут рассказывать прямо в живом эфире как они что-то сделали что-то запустили оставайтесь с нами привет меня зовут Даня Шарко я работаю в яндекс клауд и занимаюсь разработкой сервисов в экосистеме серый лес сегодня я хочу рассказать о новых возможностях нашего сервиса API gateway которые мы недавно запустили а именно про поддержку механизма course и поддержку валидации напомню что API gateway это обычный продукт предназначенные для создания публикации и управления вашими API например HTTP REST или даже WebSocket он позволяет скрывать детали реализации ваших сервисов за некоторым фасадом управляемым API шлюзом а также объединять микросервисы в единый API доступный из интернета для простой гибкой настройки API gateway умеет работать с декларативной спецификацией в формате open API теперь конкретно про course это механизм ограничения доступа веб-страниц к объектам сторонних ресурсов таким как исходники нажда в скрипте изображения аудио другие веб-страницы и так далее сам механизм course построен на специальных pre-flight запросах это такие http запросы через которые клиент спрашивает у сервера а можно ли ему определенным способом получить доступ до конкретного ресурса и в зависимости от ответов на такие pre-flight запросы браузер разрешает или запрещает веб-страницы использовать ресурс этот механизм поддерживается всеми современными браузерами и рекомендован к использованию консорциумом интернета для поддержки механизма course в API gateway появилась возможность настроить автоматическую обработку тех самых pre-flight запросов для этого мы добавили специальные расширения к стандарту open API данные расширения позволяют в спецификации API шлюза описывать правила обработки core запросов вы можете гибко настраивать правила как для всех запросов так и для конкретных путей в API а также переиспользовать их в разных местах спецификации для избежания дублирования более подробное описание новых расширений для настройки core свой 5 gateway а также примеры вы можете найти в документации теперь про еще одну новую возможность и 5 gateway валидацию как известно протокол http заключается в том что клиент делает запрос на сервер а он в свою очередь шлен клиенту ответ и запрос включает себя и рай запрашиваем ресурса заголовки и тело запроса ответ содержит заголовки и тело ответа и обычно разработчикам приходится самостоятельно реализовать валидацию этих данных на сервере а теперь API gateway умеет делать это за них а именно проверять корректность запросов и ответов для этого вам только нужно спецификации 5 шлюза описать валидаторы а также схемы запросов и ответов стандарт open API уже позволял описывать схемы запросов и ответов а для описания валидаторов мы добавили к open API два специальных новых расширения возможность переиспользования описанных валидаторов и схем для разных путей API делает настройка валидации гибкой и позволяет избежать дублирования в спецификации более подробное описание новых расширений для настройки и валидации по API gateway а также примеры можно найти в документации добрый день я Евгений уткин старший разработчики яндекс клаун мы непрерывно работаем над улучшением нашего сервиса передачи данных яндекс дата трансфер сегодня я расскажу вам об обновлениях интерфейсов мы сделали форму создания редактирования трансфера более удобной разделив настройки для разных типов трансферов брали лишнюю вложенность сделали более понятными тексты и подсказки также мы добавили следующие изменения во-первых появилась возможность настраивать расписание запуска трансфера в виде крон выражения вторых появилась возможность настраивать лейблы для инпоинтов и трансферов также поменялось поведение при просмотре логов теперь списке доступных логов показывать только те операции по которым действительно есть или должны быть логи также мы добавили выбор направления логов по умолчанию от новых старым или наоборот кстати в недавнем вебинаре мы рассказывали показывали сценарий работы с данными до трансфер о которых вы скорее всего не знали смотрите по ссылке в описании чтобы узнать подробнее добрый день меня зовут иван веткасов я архитектор решений яндекс клауд сегодня поделюсь отличной новостью с 23 января этого года сервис для быстрого поиска и аналитики по большим объемам данных яндекс менеджер сервис в open search перешел в общий доступ яндекс клауд пока единственный провайдер на российском рынке который предоставляет данный сервис в облаке open search эта система с открытым исходным кодом который является аналогом elastic search и выполняет похожие задачи например полнотекстовый поиск по документам фазе поиск с учетом опечаток анализ текстовых данных или такие экзотические сценарии как backend schema free subod для вашего приложения в недавнем вебинаре я рассказывал о различиях этих очень похожих subod и показывал сценарий миграции на open search посмотрите запись чтобы узнать подробности важной особенностью сервиса менеджер open search является его стоимость которая составляет всего 45 процентов от стоимости аналогичных конфигураций менеджер elastic search базовой редакции разверните кластер в яндекс клауд и попробуйте все преимущества нашего нового сервиса добрый день я юрий кочубеев архитектор яндекс клауд и сегодня я расскажу что есть новая версия clickhouse 23.3 lts что означает long-term сервис которую мы поддержали в нашем управляемом сервисе clickhouse это колоночная subod которая позволяет обрабатывать аналитические запросы в режиме реального времени теперь в яндекс клауд доступны следующие обновления поддержка дэйта лайк форматов apache худи дельта лейк и apache айсберг механизм эффективного удаления данных со стандартными скилл синтаксисом делит from объявлен production ready join алгоритм грейс хэш улучшенная поддержка форматов паркет уэсси и эру добавлены настройки управления сжатием и увеличено быстродействие до 10 раз кэш результатов выполнения запросов в экспериментальном режиме nn approximate nearest neighbor и full text search индексы в экспериментальном режиме запрос on drop table позволяющий восстанавливать недавно удаленные данные улучшенная совместимость mysql и apache spark поддержка алгоритмов сжатия lz4 bz2 и snappy в http интерфейсе и параметризованные представления форматы входных и выходных данных json object each row и bison each row составные временные интервалы например 1 час и 30 минут полный список изменений доступен на сайте попробуйте новинки в сервисе уже сегодня по ссылке еще раз привет это снова я дань шарко и теперь я расскажу про новости сервиса яндекс клаудэпс это сервис который позволяет в один клик развернуть готовое клауд найти в приложение из каталога состоящие из интегрированных друг с другом компонентов яндекс клауд исходный код приложения разворачивается внутри вашего облака и вы можете изменить его под свои задачи на конференции яндекс кейл 2022 мы представили сервис яндекс клаудэпс вы могли получить доступ к нему по запросу теперь яндекс клаудэпс доступен из консоль управления для всех пользователей и запрашивать доступ не нужно вы можете выбрать приложение решающие вашу задачу в каталоге и развернуть его в один клик например instance group shadow скейлер измеряет размер группы виртуальных машин по расписанию а метрикс коллектор записывает информацию об использовании ресурсов в мониторинг на старте в каталоге яндекс клаудэпс было шесть приложений а это весной мы запустили еще два а иденти сервера based on a recreators и vm folder watchdog иденти сервера based on a recreators это приложение для безопасного управления пользователями их аутентификации и авторизации наши клиенты неоднократно делали запросы на решение для регистрации аутентификации пользователей так мы разработали а иденти сервера based on a recreators систему реализующую api для идентификации и управления пользователями identity сервер закрывает основные сценарии использования современных identity management систем такие как со все же вход системы регистрация мультифакторная аутентификация проверка и восстановление аккаунта управление аккаунтом и другие административные api приложение разворачивается на мощностях яндекс клауд что делает его масштабируемым отказоустойчивым и безопасным следующий запуск этой весны это приложение vm folder watchdog это приложение для запуска и остановки группы виртуальных машин по расписанию вы можете настроить автоматическое выключение неиспользуемых виртуальных машин и экономить на простаивающих ресурсах vm folder watchdog это расширение функциональности приложения каталога vm watchdog запускающего и останавливающего по расписанию одну виртуальную машину более подробное описание приложений каталога и самого сервера яндекс клаудэпс можно найти в документации уважаемые коллеги друзья здравствуйте снова мы с вами в студии и у меня поменялись участники здесь вместе со мной мои коллеги друзья арина и мария здравствуйте привет они отвечают за продуктовое ну вы отвечаете за продуктовое продуктовое развитие такого продукта яндекс трекер и я заманил вас сюда вот специально потому что новый год показал что огромный интерес у нашей аудитории к вашему продукту а у вас еще и случились всякие запуски очень интересные поэтому хочется про это про все поговорить давайте попробуем начать как с кого-то сначала собственно говоря говорить поговорим про яндекс трекер как о продукте вы плоть от внутри очень долго занимаетесь его развитием а снаружи когда смотришь на продукт ты видишь обычно какую-то статичную картинку такой пришел такой открыл по она уже работает и ты такой блин хорошо или плохо а вот это вот нормально или ненормально тебе не с чем обычно сравнивать а когда ты долго в продукте живешь ты видишь какие-то изменения что-то накапливается когда я пришел в яндекс клауд это блин вот что-то мне неудобно не было в тот момент немножко неудобно и потом а с каждым следующим вот апдейтом который производился внутри яндекс трекера с ней все лучше лучше и лучше и это что я видел в новый год уже этому и я честно об этом говорил здесь же на мансли что для меня это вот такое вот прям перерождение продукта которые как будто бы знаете вот как в сказке нырнул в вынырну и во всем красиво и красивый да потому что этот новый интерфейс вместе с ним огромное количество изменений внутренних механик стало прям как-то незаметно круто вот я хотел бы поговорить про вот это незаметно как оно внутри происходит но спасибо за теплые слова в адрес нашего продукта потому что работа была проведена просто огромная и если со стороны кажется что все это раз и выкатили раз и выкатили нырнул и красивый то конечно под капотом работа всей команды достаточно большой период времени мы начали работать над новым трекером который вот кусочками выкатывали впрод на наших пользователей где-то еще ну в двадцать полтора года в двадцать первом году или там в конце 20 20 начале 21 года то есть достаточно давно и что стало причиной почему мы вообще затеяли эту огромную стройку думаю все знают да что яндекс трекер изначально был внутренним продуктом яндекса это старый сервис по моему с тринадцатого года он работает самом яндексе и на нем работают все сотрудники яндекс то есть наша внутренняя аудитория очень большая очень отзывчивая для вас уважаемые зрители в яндексе работает больше 20 тысяч сотрудников это в общем честно говоря прилично для для одной организации это прямо очень много только в штате это да вот не штатных огромное количество людей еще вне штата и ну понятно яндекс большой это не одна организация много организаций но все равно это вот один продукт который создавал мне кажется вот эта вот масса людей к создает нагрузку определенную и нагрузку и они приносят свои задачи к нам свои сценарии и функциональный трекер очень сложный он долгие годы строился достраивался и сейчас я пыталась почитать примерно 15 или 18 функциональных крупных модулей образуют наш метапродукт и конечно каждому модулю есть огромное количество даже после переработки и пожеланий фичер костов они копятся каждый день люди реагируют на то что мы им предлагаем привносят свои идеи помогает нам развиваться становиться лучше арина можно мы несколько блоков таких перечислим ну я так со стороны как бы как как человек который снаружи на это смотрит потому что несмотря на то что я внутри яндекс клауд работы я все равно работаю с продуктом уже как бы с готовым изделием и для меня трекер как вот вот он один большой а рядом с ним есть вики формы вики формы вроде бы отдельные продукты отдельные сервисы но почему-то они у меня все ассоциируются вот с трекером потому что они друг с другом интегрированы они потому что все вместе закрывают коллаборативный сценарий сценарий совместной работы мы даже так и называемся до команды сервисов коллаборации трекер вики формы и все вместе мы смотрим на некую сквозную историю или там ряд историй с которыми который помогает нашей аудитории автоматизировать их процессы да экономят их время на какие-то ручные воспроизводимые операции наши сервисы почему они выросли из внутренних сервисов в первую очередь они развивались для сотрудников яндекса как корпорации чтобы эффективнее проводить рабочий день чтобы эффективнее решать свои рабочие задачи не отвлекаясь на какую-то ну рутину операционку и так далее у меня кстати в этом смысле вот вот последняя автоматизация которую я начал использовать потому что я до до этого как-то игнорировал это интеграция как раз форм и трекера когда я могу прям форме задать нужные поля а потом соответственно получить тикет и потом не просто тикет а тикет нужной очереди тикет со всякими дедлайнами тикет со всякими там дополнительными интеграциями потом еще протыкать чтобы нужных людей призывать это обычная маги ну да можешь вообще запретить другие типы заводить вот вот это вот важный важный point мало кто знает что так можно сделать да да иногда это нужно сделать чтобы получить структурированный конечно вот этот структурированный поток задач который в тебя приходит и он четко конкретно вот это такие задачи это такие задачи и они вот только такие. Блин, настолько удобно. Да. Ну, в общем, в целом, наши сервисы помогают победить хаос, который возникает рано или поздно, когда работает большое количество человек вместе. И поэтому, с чем мы начали наш разговор, да, долгое время система развивалась, наслаивалась, эти модули развивались, разрастались, потому что у нас отдельно выделяется там вот ядро трекера, это карточка задачи, да, список тикетов, всевозможные фильтрация по этим тикетам, поиск и так далее. И к ним уже идут отдельно некоторые выносные модули, это доски, как для простых процессов, так и для agile, kanban процессов, потому что в Яндексе все возможные процессы реализованы в тех или иных командах. Отдельным модулем стоит аналитика, дашборды, сводные таблицы, да, там вот недавно появился отдельный модуль проектного управления. И вот таких больших кусков автоматизация та же, да, всевозможные настройки, уведомления. То есть каждый этот модуль, он стыкуется с другими и как раз и призван, чтобы помогать человеку реализовывать довольно сложный сценарий. И не одному человеку, а команде. Потому что наши сервисы, это сервисы для командной работы, но они не предназначены для индивидуальной работы. Для меня, кстати, вот один из таких замечательных сценариев, это возможность работы с дашбордом, когда у меня с огромного количества разных очередей я собираю информацию, у меня на дашборде я прям вижу, здесь меня призвали, здесь это у меня какие-то ответственные там со звездочки задачки, вот здесь у меня перспективные какие-то планы, вот здесь мои голзы там полугодовые, и вот они, все тикеты у меня как бы на на вью таком. На самом деле, да, личный сценарий тоже можно в трекере реализовать, вот именно таким дашбордом, например, или свою доску собственную создать для себя. Это очень удобно вообще. А доски, кстати, можно делать из разных, вот кто не знает, возможность, соответственно, собрать из разных очередей, и ты можешь, соответственно, видеть, какие у тебя задачи прямо сейчас, какие у тебя следующие, кому ты там что должен, это очень важно. Или кто должен тебе. Что не менее важно. Ну, это такая личная как бы для меня вещь, а вот, Мария, расскажи, пожалуйста, вот эти вот новые сценарии, я так понимаю, проектного управления, да, они, я так понимаю, расширяют вообще область работы трекера. Да, давай я немножко погружу в нашу специфику, вот, как вообще появилась история с проектным управлением. В целом у нас вот есть бизнес-заказчики, да, наши клиенты, среди них есть там средние, маленькие, крупные компании, вот. И в какой-то момент наша бизнес-команда пришла к нам с запросом, что не хватает функциональности вот проектного управления как раз, да, это, грубо говоря, это просят именно вот эти крупные заказчики. И почему именно такая постановка вопроса была? У нас есть такая история, как очередь, вот. То есть трекер, он довольно сильно отличается от стандартных как бы инструментов систем проектного управления, а именно у него есть своя терминология, потому что изначально в трекере не было проектов как таковых, да, вот привычной какой-то сущности, но была очередь, вот. Соответственно, очередь – это скорее такой бесконечный поток задач какой-то команды, процесса. Под процесс. Да, да. И, соответственно, как бы людям со стороны, когда они приходили в наш продукт, было достаточно сложно понять, как перенести на их процессы вот эту нашу специфику, что такое очередь. Вот, соответственно, ну и во всех таких инструментах есть проекты. Вот, соответственно, мы тоже сделали эти проекты, но в нашем случае мы немножко упоролись в сторону методологии скорее, да, то есть в нашем случае проект – это нечто конечное, то есть это не бесконечная какая-то... Вещь, которая должна быть сделана, вот здесь начали, там закончили, и вот. Для нее актуально вот как раз диаграмма Ганта смотреть, как как бы съезжают, сроки не съезжают. В общем, ну и важно то, что в проекте может быть задействовано несколько команд. Вот, соответственно, у каждой команды есть своя очередь. Ну, вот это та история, которой у некоторых наших конкурентов, например, не было. То есть у них есть проекты, и все. И вот так вот делятся на проекты все отдельные. А мы смогли развести историю про процесс и историю про проект. Мне, кстати, вот про диаграммы Ганта, которые появились не так давно, и они божественно красивы. Спасибо. Я так давно не пользовался Гантом, потому что потом, когда я их в очередной раз увидел, я думаю, боже, как это удобно. Ну да, не всем актуально как бы целая диаграмма. Да, они не всегда как бы есть, но вот у меня есть два проекта, в которых я вот их веду, и мне очень нравится. Там еще цветовое деление, некоторая автоматизация вокруг помогает. Очень удобно. И это, кстати, появилось не так давно. Это фактически когда... Вот вместе с проектами, как раз. Вместе с проектами. Ну, год где-то. Ну, самый базовый вариант был, что год назад. Да, год назад такой MVP совсем запустилось. Мне он не понравился. Извините. Но мы его дорабатывали. Можно вырезать этой съемки, пожалуйста. Хорошо. Цвета появились прям совсем недавно. Цвета — это вот месяц, грубо говоря. Мы их продолжаем сейчас дорабатывать. Вот. То есть, ну, как бы, грубо говоря, у нас вот есть какое-то количество клиентов, которые просили эту функциональность. Мы для них сначала сделали базу, а потом по их же фидбэку дорабатывали ее. Соответственно, вот тот же Гант, на самом деле, он был и в старом трекере, но он был очень малофункциональный. Там не было, например, возможности увидеть связи между задачами. Вот. Не было древовидной структуры. Да, то есть, когда видишь иерархию именно задач, там, когда есть большая какая-то задача или этап работы над проектом, в ней есть под какой-то старя, либо там просто под этап. Вот. И дальше уже задачи. Вот всю эту структуру в виде дерева в проекте как раз можно увидеть, и в Ганте тоже можно увидеть. И, собственно, заводить задачи в такой структуре намного проще. Мы подошли к самому вкусному, мне кажется. То, что вот как раз люди приносят фидбэк. И продукт формируется, по сути дела, от запросов. И есть и внутренние, получается, запросы, да, и есть, получается, запросы от бизнеса, ну, в смысле, от внешних каких-то заказчиков. А мы можем как-то вот описать вообще вот этот процесс поступления фидбэка и как вы с ним работаете? Потому что понятно, что вот мы внутри компании можем там, условно говоря, ножками до вас дойти, там, написать вам личное сообщение, написать письмо, сказать, смотрите, как бы вот здесь вот есть кейс, такой-то, такой-то. Но это не то же самое, что стандартный какой-то процесс. Как сейчас у вас устроен процесс работы с вот этими запросами потребителей, пользователей, различных бизнесов? Может быть, разные парусочки сценариев. Угу. Я тебя немножко поправлю, потому что все-таки стратегически развитие продукта мы строим не только от запросов наших пользователей. Это было бы сложновато. Они часто противоречат друг другу, как ты понимаешь. Да, конечно, да, покрасьте кнопку в зеленый или в синий, да? Нет, мне нравятся зеленые, да-да-да. Вот. А в целом мы, ну, как бы смотрим, у нас есть система метрик, у нас цели, мы достаточно выросли за это время, да, чтобы полагаться в первую очередь на какую-то аналитику, на целеполагание наше, да, к чему мы хотим прийти с точки зрения бизнеса, да, и с точки зрения образа результата. Вот. И как и у любого B2B-продукта, ну, мы строим воронку, да. То есть у нас есть воронка из четырех этапов, как люди осваивают наш продукт, как они с ним знакомятся, да, как они потом вовлекают сначала маленькое количество пользователей, пытаются завести один процесс, там, или два, тестируют его, да, понимают, насколько он им подходит под их задачи. Дальше они масштабируются внутри компании, ну, и удерживаем мы их в продукте, чтобы они долгие-долгие годы были с нами, были счастливы. Вот. И из блокеров перехода по этапам у нас строится долгосрочная стратегия, да. Наша задача так развивать, да, и так облагораживать наш сервис, чтобы убрать эти блокеры, чтобы человеку-админу, да, или человеку, который как пользователь пришел в продукт по приглашению админа, было максимально просто и понятно, как ему решить его рабочую задачу, да, как ему завести процесс, там, как ему организовать работу саппорта в трекере. Или, например, как завести какую-то команду разработки, чтобы они на доске все вместе трекали свои задачи, а менеджер бы понимал, что в каком статусе находится, когда все будет сделано, и мог с тейкхолдером коммуницировать о сроках готовности какого-то этапа проекта, чтобы все было прозрачно и круто. Тарина, очень крутой, на самом деле, посыл дала вот с этой воронкой, потому что вначале там есть такая вещь, как онбординг. Ну, вовлечение вот... Ну, это самый первый, да. Самый первый, как бы, такой этап, не знаю, использования. Вообще, как правило, вот если мы говорим про какие-то стартапы, да, онбординг вообще ломается. Вы там сделали продукт, но у вас нет онбординга, и все. Сложно. И всем очень сложно. И всем очень сложно, да. Как вообще вся эта история устроена? Потому что, мне кажется, это вот вовлечение, именно вот это обучение первичным каким-то вот... Простым действием. Простым действием, это самая такая вот, как это, болезненная история. Да, на самом деле, это очень интересная тема. Вообще, в целом, в трекере было несколько подходов к онбордингу, вот, то есть это было еще в старом трекере, в старом интерфейсе. Ну, соответственно, сейчас мы выработали такой подход. Грубо говоря, вот есть как бы... У нас есть много конкурентов, на которые мы постоянно смотрим, и там обычно разнятся как бы вот эти... Экран стартовый онбординга, который видит человек, когда он впервые заходит в продукт. Вот, бывает, что там их очень-очень много, грубо говоря, 20 экранов тебе нужно пройти, прежде чем попасть в продукцию. То есть, с одной стороны, тебя вовлекают максимально, ты что-то делаешь, с другой стороны, оттягивают момент, когда ты наконец-то увидишь интерфейс, в него погрузишься, и начнешь что-то делать в нем. Вот, соответственно, мы здесь стараемся такой баланс соблюдать. Вот, сейчас мы вот совсем недавно запустили такой стартовый онбординг из трех экранов, где мы помогаем человеку настроить как бы первый самый свой процесс, ну, даем ему выбор шаблонов, где он может найти уже то, что он обычно... Ну, как бы обычно вот наши пользователи именно вот это ищут. Мы знаем это по исследованиям, по общению с ними. По статистике, да? Что мы взяли самые топ-популярные процессы, и вот им даем их в виде шаблонов. Это у нас проектное управление, разработка и поддержка. Вот это такие для нас три самых популярных сценария, с которыми к нам приходят в первую очередь. Вот, дальше мы будем здесь добавлять, то есть мы будем здесь больше сделать вот этих шаблонных процессов. Ну, и, соответственно, можно так немножко тизер в наши планы дать. Тизерочки, мы это очень любим, это всегда великолепно. Вот, сейчас у нас, получается, есть такой базовый стартовый онбординг, где мы даем настройку вот этого процесса преднастроенного и даем возможность пригласить пользователей. Вот, а следующим шагом мы будем уже внутри продукта вести человека по интерфейсу, там, подсказками, таким микрогимификацией какой-то такой. Советами, как лучше использовать. Чтобы помогать ему именно вот за ручку провести и найти те фичи, которые обычно вот человек ищет, когда он приходит. Донастроить продукт уже в интерфейсе, как бы, то, что люди хотят делать, да, они хотят внутри интерфейса сами все делать. Но мы им просто поможем чуть-чуть здесь. С точки зрения вот донастройки, вот, поиска фич, для меня вот не очень давнее открытие, после вот, после того, как, соответственно, обновления всякие разные выкатились, я пошел тоже посмотреть и готовясь к этому интервью, тоже такой думаю, надо посмотреть, а что там новенького. И там есть возможность, я не знаю, мне кажется, для внешних пользователей тоже уже доступна эта возможность. Это workflow. Когда ты можешь прийти... Редактор workflow. Да, появился редактор workflow, он графический, есть возможность прям взять и нарисовать свой процесс. То есть поставить нужные процессы, ну, точнее, статусы. Соединить их нужными переходами, соответственно, дальше уже можно уже это, так сказать, оформить и допустить всех пользователей по этому пути. Это так удобно, блин, господи. Это наш самый популярный был фичер-квест долгие годы, и мы тоже очень гордимся, что в этом семестре мы, наконец, смогли сделать визуальный редактор, потому что редактор workflow был, но он был именно... Полутекстовый какой-то. Такой списочный был. Да, списочный был. И нужно было иметь очень хорошее воображение, чтобы... Это все так подтверждаю. Работая с интеллектами и подушками, настроить то, что ты хочешь. Это как очень мало пользователей на старте знают, чего они хотят, и они обычно пробуют и хотя бы что-то просят им помочь, подсказать, как правильно. Рисуют на бумажке этот процесс там или еще где-нибудь. Да, согласовывают это с начальниками. То есть это был очень мучительный этап, и многие просто не переходили дальше. Они на этом этапе завязывались и прощались. Но при этом мы видели по аналитике, что те люди, которые справились и отредактировали свой workflow, у них сильно была выше конверсия дальше по нашей воронке, приглашение пользователей, переход платный. Перевалили рубикон. Да, да. То есть это очень важный этап освоения трекера. Освоение трекера. Да. И вот хочу добавить, что вот эта визуализация, это еще один кирпичик в наш достаточно большой проект по упрощению работы с продуктом. Потому что это наш, ну, прям бич. Да, мы это видим по всем исследованиям. И еще возвращусь к началу нашей беседы. Да, я тогда не договорилась, что почему вообще мы все это затеяли, почему мы начали менять UI и X-трекера. Потому что после массового проведенного ресерча текущих и ушедших пользователей, да, мы получили основную причину отказа, это сложность. Людям было сложно. Сложно начать, сложно работать. Сложно после какого-то перерыва возвращаться и пытаться вспомнить, как правильно им управлять процессами, как правильно им задачи выполнять. Или там новым командам рассказывать про сервис. И, ну, то есть многое из того, что мы делаем, не скажу, что прям все, но многое и будем делать дальше, это упрощение. Мы упрощаем людям старт, настройку процесса внутри, масштабирование, да, и ввод новых сотрудников в данный сервис. Арина, ты вот сказала про вот это массовое исследование, да, ушедших пользователей, тех, кто существует. Понятно, что это не может быть разовым каким-то действием. То есть это вы должны регулярно производить и, собственно говоря, накапливать какой-то вот фидбэк, как изменились показатели. Но это то, что вы изнутри делаете, пытаясь понять настоящую мотивацию людей. А люди, которые приходят, вот я вернусь к вопросу, да, приходят со своими запросами, да, они же их в какие-то каналы отправляют. Да, давай расскажу, как все устроено. У нас внутри продукта есть форма обратной связи. И прямо жучок в интерфейсе трекера в левой панели снизу. Рассказываю, как найти. И там выпадает простая форма, где можно заполнить, что это жалоба на какую-то проблему, на ошибку, либо это фичер-квест, да, то есть пожелание что-то изменить, улучшить, добавить. И по этой форме все обращения, они попадают к нам в наш внутренний трекер, с ними работает команда поддержки, у которой есть куча инструкций, как правильно это все размечать, каталогизировать, да, склеивать дубли, укрупнять. И абсолютно все фичер-квесты и баги доходят до команды продукта. Просто... Ты говорила, что как раз после разметки, склеивание, это та самая кластеризация, про которую ты говорила. Да, и благодаря вот этой обработке всех входящих к нам обращений мы смогли построить метрику pain-индекса. Да, хотела рассказать сегодня про нашу метрику боли. Метрика боли, это прям вообще великолепно. Да, потому что очень большая аудитория, как внутри, так и снаружи. Очень много сценариев, очень много проблем в рамках этих сценариев. И у людей возникает очень много боли часто, когда они работают с каким-то неоптимизированным местом, да. И вот эти сигналы мы хотим вовремя улавливать и уметь отмасштабировать. Потому что, ну, самое сложное при работе с большим количеством обращений, это правильная приоритизация. Да, на что стоит обратить внимание сейчас, что мы откладываем к каким-то причинам, а что кладем в какой-то долгий ящик и ждем, когда этот сигнал станет более заметным, чтобы к нему вернуться. И вот у нас есть метрика, прям настоящая, ее считают, на нее смотрят продукты, которые аранжируют обращения и фич-реквесты, и баги по массовости, по совпадению с нашей стратегической целью, насколько это мерзится с нашим критическим путем, насколько она лежит на нашем критическом пути, эти изменения. Вот. Насколько данное обращение мы можем включить в какой-то идущий проект, тогда его быстрее подхватит продукт, потому что это уже прямо сейчас будет переработка. А насколько оно лежит несколько в стороне, и тут, ну, оно ждет увеличения вот этого сигнала, писка, боли, чтобы мы на него обратили внимание. Плюс там есть разметка по функциональным блокам, и за каждый блок есть свой ответственный продукт, который, ну, как бы следит за тем, что там происходит и приносит, если болит. То есть можно... Понятно, команда достаточно большая, которая может, соответственно, ну, параллельно как-то... Да, и... Ну, у нас, как мне кажется, много где в Яндексе, да, есть некое долгосрочное планирование, когда мы определяемся с большими кусками, которые в данном моменте мы собираемся переработать, там, что, как, и продукт, отвечающий за данный кусок, он как раз идет в Payneindex и собирает самые важные, самые громкие жалобы, проблемы себе в корзиночку. И на основании фидбэка от пользователей, как внутри, так и снаружи, на основании того, как это сделано у конкурентов, да, на основании того, что нас быстрее там приведет к цели, каким-то, по-моему, по нашим метрикам, ну, и формируется план, который же потом внедряем. А вот это про план тоже интересно, потому что, ну, понятно, что он как-то нарабатывается, и ты говоришь, что есть какие-то вот такие вот рубежи, или, ну, очевидно, какие-то сессии, назовем, да, грубо говоря. Вот сейчас обновление случилось, очевидно, это закрытие большого, вот этого, большого проекта по обновлениям, да. Очевидно, что стартовал следующий этап, ну, то есть, когда вы новый проект, развитие дальше двигаете, и в рамках него будут, понятно, отдельные апдейты. Вот, может быть, мы... Тут уже был один небольшой тизерочек, может, мы еще что-нибудь тизернем для наших вот, для тех, кто нас смотрит, для наших зрителей. И передадим привет продактам, да. Да, конечно. Который мы сейчас обсуждаем. Но я думаю, уже смело могу сказать, что мы собираемся перерабатывать доступы, интерфейс настройки доступов в треке, потому что это очень важный кусок, как от наших внешних заказчиков, так и внутри, потому что это про безопасность. Мы здесь имеем в виду доступ для внешних сотрудников? Мы имеем в виду доступы к тикетам внутри очереди и к самим очередям, то есть доступ к данным. Ой, это тоже супер важно, да. Конечно. И чем гибче можно настроить контуры безопасности для разных команд внутри компании, для разных сотрудников внутри команды, так сказать, убрав ружья, которые могут выстрелить тебе в ногу, тем комфортнее и надежнее становится вся система. Спокойнее. Спокойнее. Админом, руководителем становится жить. Поэтому мы накопили достаточный уровень сигнала, что пора, и все будет. Все будет, да. Мы ждем, ждем, ждем. Хорошо. Можно еще добавить про проектное управление, наверное. Давай. Вот наши планы. Ну, соответственно, то, что я рассказывала, да, о том, что у нас есть проекты, есть ГАНД, и, соответственно, сейчас мы приступаем к такой следующему уровню управления проектной деятельностью в компании. Это мы хотим сделать портфели проектов. Это объединение проектов в такие группы, тоже многоуровневая, то есть может быть портфель, у которого вложен другой портфель. Вот. Это как раз очень важно для крупных компаний, для больших организаций, таких как Яндекс, где недостаточно просто сделать список проектов, потому что их так много, что он становится бесконечный, да, им невозможно управлять. Ну, и, соответственно, вот эта история про больше такой helicopter view для руководства, которая смотрит не на какой-то конкретный проект уже, а на какой-то портфель проектов. Вот. Ну, и, соответственно, по этому портфелю он хочет видеть roadmap, какой-то дальше dashboard, статистику, аналитику, и дальше вот куда-то туда мы будем постепенно двигаться. Очень круто, потому что проекты мне, вот, лично мне очень нравятся, потому что проект можно собрать, ну, чтобы было понятно, что может быть являться проектом. Вот, например, мы делаем вот этот выпуск, где вы пришли в интервью, это может быть, на самом деле, создание вот этого ролика, это может быть отдельным проектом. Он закончен, он имеет начало, он имеет конец, огромное количество интеграции, различные менеджеры присутствуют, есть команды, различные тикеты в разных очередях, он как-то будет распространяться. Здесь есть ребята, которые вот за кадром находятся, которые нас снимают. Это совершенно замечательная команда людей-операторов, которые, так сказать, все это потом соберут, в конце концов, и там будет, конечно, естественно, наши любимые дизайнеры, которые нарисуют обложку. Вот. И в целом это, в общем, какой-то объем работы, который вот конечный. И, по сути дела, это один проект. Но если мы посмотрим, что вот у нас сейчас фактически 11 выпуск Мансли идет, то это как-то второй сезон фактически начался. Первый сезон закончился, второй начался. И если мы их все просто подряд будем перечислять, то, понятно, в списке проектов будет 11 проектов, и как-то, да, уже такой думаешь, черт, надо что-то делать с этим. Вот. Это, кстати, хороший вот вопрос с точки зрения накапливания данных, потому что трекер — это про то, что данных там много. И, ну, нормальная команда генерирует, в общем, достаточное количество тикетов. Внутри тикетов еще, соответственно, комментариев, которых тоже очень много. Оттачи. Плюс еще приоттаченные какие-то файлы, плюс еще что-то. И это все, естественно, сказывается на объемах. Вообще вся эта история, кажется, что трекер сам по себе — это такое место, которое в себя втягивает огромное количество информации, и в итоге это все где-то должно как-то храниться. Вот эта вся история с точки зрения облака, как выглядит. Сейчас пользователи, которые к нам приходят, они по кнопке получают сервис, но вы со своей стороны занимаетесь еще и там, как вы сказали, безопасностью, но и производительностью. А вот пользователи, которые снаружи, они видят проблемы с производительностью? Если да, то какие? Ну, хочется верить, что пользователи снаружи очень редко сталкиваются с нашими проблемами. Но действительно, чем крупнее организация, тем больше трекер. Чем больше людей работают в трекере, тем больше трекер, тем больше тикетов и всего остального. И, соответственно, мы тратим очень много ресурсов и будем продолжать делать, чтобы трекер масштабировался, чтобы увеличение базы не сказывалось на скорости, не сказывалось на доступности данных, чтобы все, к чему в какой-то момент нужен доступ, можно было легко достать, найти, чтобы хорошо работал поиск, это тоже находится в фокусе команды. И в том числе, конечно, мы используем облако, облачные ресурсы, облачный сервис, в конце-то концов. Да. Я очень рад, на самом деле, когда внутренний продукт становится внешним, это, по сути дела, мы внутреннюю свою экспертизу в некотором смысле предоставляем наружу, ну, в виде продукта уже готового, конечного. Но вот этот процесс, он же потребовал от вас изменить внутри команду, подход к тому, как вам нужно работать. Когда у вас были только внутренние заказчики, все-таки это одна история, а теперь внешние. И все-таки к планированию немножечко по-другому идет. Да, но это же точка роста, да? Как всегда, это внешний вызов. У меня есть запасенный вопрос от одного из наших регулярно смотрящих, так сказать. Передаем ему привет. Да. Он поинтересовался. А вот насколько большая команда работает над трекером? Ну, тут всегда вопрос в сравнении, да, смотря с чем сравнивать. Сейчас над трекером работает суммарно порядка 30... Это-то про разработку. Да, да, про разработку. Про разработку, да, порядка 30 человек. Вот. И мы не делим... То есть у нас не два продукта. У нас нет отдельного внутреннего трекера и внешнего трекера, да? У нас единый продукт, который работает с двумя аудиториями, внутренний и внешний, да, и учитывает потребности и той, и другой аудитории. Есть, соответственно, функционал в трекере, который ориентирован только на одну из аудиторий. Для Яндекса это всякие внутренние интеграции. Там электронные подписи, там... Ну, все, что срощено с нашей внутренней кухней. А для B2B это все, что связано с внешней авторизацией, вот через IAM, да, системы. Анбординг, он только для внешних пользователей, да? Нет, ну, на самом деле, вот этот следующий этап мы будем делать и для внутренних. Да, мы, ну, в общем, мы, конечно, стараемся держать трекер как единый продукт, чтобы все, что мы делаем, было доступно всем нашим пользователям. И вот на этот вопрос как-то, ну, там, перестраивать сильно, да, подход и так далее, я вот не припомню такого, чтобы у нас было до и после. Раз и слом. Скорее, это похоже на некую эволюцию, да, и на постепенное расширение сознания и, ну, может быть, смену целеполагания, да, смену приоритетов. Потому что, ну, я не думаю, что открою секрет, но у всех внутренних продуктов, когда они чисто внутренние, у продуктовой команды достаточно большая проблема, это KPI и метрики. Да, как оценивать то, что ты делаешь правильные вещи, да, что твой запуск. Потому что, ну, благодарность людей, там, всевозможные опросники, это все хорошо, но это очень субъективно. Ну, да, вот циферки показать. А вот циферки, особенно там, бизнес-метрики, они как-то более объективны, да, голосуют рублем, и вот все вот эти дела. Поэтому с появлением, с выходом трекера на рынок, с появлением у нас заметного количества внешних клиентов, да, мы просто, наверное, расширились, да, и мы расширили свое сознание, интегрировали в свою работу именно бизнес-метрики, да, и стали немножко по-другому выстраивать долгосрочную стратегию. Заимели воронку, снимаем блокеры, вот движемся туда. Я вот почему про команду спросил, потому что есть еще одна вещь, про которую мы совершенно не поговорили, и мне кажется, зря. У трекера, помимо того, что он есть внутренний и внешний, есть еще мобильное приложение. Есть. Вот, и как бы там тоже как бы работают люди. Давайте немножко про это поговорим. Когда появилось, какие там планы? На самом деле, потрясающая история, мне кажется. В общем, у трекера когда-то было мобильное приложение, вот, но оно, у него была куча проблем, ну, так скажем. Вот, в какой-то момент мы полностью взяли его и переписали заново. Ну, потому что мы увидели, во-первых, запрос от заказчиков, да, что это для них критичная функциональность, без которой они просто наш продукт покупать не будут. Я тебе перебью. Сначала мы закрыли старое приложение. Пожили какое-то время без него. Увидели, что нельзя так. Без него нельзя жить. Ох, не буду говорить, да. Да, и сделали новое, по сути. Вот, и, соответственно, сейчас мы его постепенно развиваем. Понятно, что, может быть, не так быстро, как основной продукт. Вот, то есть за последнее время в нем появилось... Ну, изначально это мы сделали там самый базовый, понятный сценарий, открыть задачу. Ну, перейти по уведомлению, когда тебе написал кто-то комментарий, ты быстро заходишь в тикет, отвечаешь на него, или там меняешь статус, ну, какое-то базовое действие. Согласовываешь что-то, что нужно прям на ходу сделать. Ну, это прям, да, нужно на ходу сделать, потому что ты где-то едешь, где-то еще, у тебя нет сценарного места. Это, конечно, один из базовых сценариев. Индекс боли там был, видимо, большой. Ну, это основное, зачем нужно было мобильное приложение. Что-то на ходу как-то ответить кому-то, да, или поменять. А потом мы увидели большой-большой запрос на тему того, чтобы не только заходить в какой-то пуш там, по какому-то призыву в тикет, но и искать какие-то тикеты, самому там с ними работать со списком тикетов. Вот, соответственно, вот осенью мы добавили туда еще фильтрацию, чтобы можно было любые тикеты по любым параметрам найти. Там, не знаю, тикеты с какой-то доски, из какого-то проекта, тикеты по исполнителю и так далее. Вот, ну, и, соответственно, дальше мы их, можно этих тикетов отсортировать по какому-то параметру, сгруппировать, вот. Ну, такой тоже один из базовых сценариев, на самом деле, работы с потоком уже тикетов, каких-то твоих по твоему запросу. Вот. Получается, это как бы такая мобильный, мобильный офис получается. Да, и, соответственно, возник следующий вопрос, который, как перед любым продуктом, он рано или поздно встает. Вот у меня есть маленький телефон, а вот у меня есть планшет. И в какой-то момент... Ну, вот, я уже вздох такой... Да-да-да, где-то уже там болит, да? Что же сделать? Судить или растянуть? Да-да-да. Вот как оно, какое решение вы там принимаете? Ну, по-моему, у нас на планшетах открывается... Нет. Ну, мобильная. Ну, короче, нет у нас сейчас адаптации под планшет. Судить на версию, да. У нас до тысячи, по-моему, есть разрешение. Спокойно можно работать с веб-версией, ну, с обычным трекером. Он просто так весь так сужается. Очень высокая плотность информации, но все доступно. А вот если уже что-то между мобильным видом, там, да, там сложнее. Но... Но это болезненная сфера, потому что как бы там все находятся в такой вот ситуации. А что делать? Ну, да, но с другой стороны, мы по статистике видим, что у нас таких запросов и таких пользователей не очень много. Вот статистика помогает. Очень, очень, очень помогает. Очень помогает фокусироваться. Что бы мы могли сказать тем пользователям Яндекс.Трекера, которые прямо сейчас нас смотрят, если у них есть запросы какие-то, их что-то не устраивает, что им сделать, в каком порядке, чтобы их жизнь стала лучше? Заходим в трекер. Левая панель. Чуть-чуть ниже. Жучок, клик, форма. Заполняем. Обязательно нужно передавать нам свой фидбэк. Потому что можно сидеть и думать, ну, это какая-то очевидная проблема, и наверняка кто-то про нее уже написал. Зачем я тоже буду писать? Так вот, сигналы про одну и ту же проблему позволяют нам понять, что эта проблема массовая. Да? И вот мы поговорили, что у нас команда, вероятно, 30 человек. Ну, там, маленькая, ну, по большому счету, это не очень большая команда. И чтобы мы... Продукты огромные, вообще, такая команда. Конечно, да, чтобы мы эффективно тратили ресурсы этой команды, да, мы должны в первую очередь закрывать какие-то самые массовые боли. Да? Да, и вот ваш фидбэк, сигнал про то, что вас что-то не устраивает конкретно, в рамках какой задачи, в каком месте, как вы пробовали делать, да, это для нас повод услышать проблему целиком, да, увидеть ее на радарах наших, на наших приборах. И плюс часто бывает, что когда к нам приходят с каким-то фидбэком, что вот тут неудобно, тут непонятно, тут мне не нравится, даже наш саппорт, первая линия, которая разбирает обращение, может подсказать более правильный флоу. Трекер сложный. Не всегда какие-то, ну, те там простые вещи, последовательности действий, которые мы закладываем в интерфейсы, они, ну, очевидно, с первого раза. Да, люди иногда очень нетривиальным путем идут к своей задаче. И, ну, и, конечно, им неудобно так делать. Поэтому наш саппорт, он всегда подскажет, поможет поставить какой-то обходной путь или, там, более правильный путь, как можно спрямить историю. Вот, чтобы стало эффективнее. На самом деле, не все, бывает такое, что пишут запрос на фичу, а она уже есть, и саппорт просто рассказывает, как ее дойти. Ну, это тоже сигнал, что... Она неочевидна. Да, что она неочевидна. Я еще, наверное, хотела дополнить, что вот у облака есть такая большая общая фича-барда, как мы ее называем. Это такой портал, где видно все фичер-квесты, которые публично оформили пользователи. Я только хотел про него рассказать, это уже как второй путь доступа. Да, да. Ну, то есть, на самом деле, прежде чем писать нам запрос, можно еще пойти туда, посмотреть, какие там уже опубликованы, и полайкать. Вот. И мы там помечаем, когда они уже сделаны. Вот. То есть, там можно увидеть, что самые популярные мы делаем постепенно, или какие мы запланировали уже точно делать. От размера зависит, конечно. Чем сложнее и больше задача. Ну, ссылочка на всякий случай, конечно, будет под видео, и можно будет прийти и посмотреть. А давайте еще в конце, вот прям совсем, хотелось бы вас спросить, а какая-нибудь фича, которая вам очень нравится в Яндекс.Трекере. Я про себя сейчас скажу пока, чтобы у вас было немножечко времени вспомнить, либо, так сказать, сориентироваться и придумать, какая-то почему. Потому что у вас перед глазами, конечно же, вот весь ассортимент, и это всегда тяжело выбрать, любимую. Вот. Меня после последнего обновления вообще впечатляет работа с проектами и диаграмма ГАНТа вот в этой связке. Я прям несколько проектов завел и с большим удовольствием пользуюсь. Пока мне очень нравится, и я, так сказать, полюбил эту фичу, вот прям буквально с последнего обновления, которое случилось. Очень приятно. Мы старались. Да. Вот. По одной фиче назовите какой-нибудь. У меня, наверное, любимая это работа с таблицей. Когда ты работаешь внутри очереди, либо на фильтрах, у тебя список тикетов. Ну, они оформлены как таблица. И долгое время ты этой таблицы не мог управлять. Ну, то есть у тебя есть там в каком-то порядке столбцы, ты не закрепить не мог строки, не поменять местами, не вывести новые легко и удобно. Мне нравится там добавить туда дедлайн и сортировать под дедлайн. И мы сделали возможность, да, эту таблицу настраивать под себя. Там через шестеренку в правый верхний угол таблицы. Там ты можешь правильный порядок столбцов туда-сюда потаскать, закрепить, чтобы там 35 твоих столбцов удобно скроллились. И так как я очень много работаю именно за списками тикетов, вот, удобная таблица для меня прям... Очень крутая. Реально, мне очень нравится. Вот еще раз говорю, да, добавить дедлайн, отсортировать по нему и вот бежать. И горяем огнем. Да-да-да. В некоторых очередях можно работать только так. Извините. О больном. Мария? Я, ну, я, наверное, очень аффилированное лицо. Мне сложно рекламировать какую-то фичу, кроме как свои. Кэндок-рекламер свои. Ну, я вам, наверное, скажу, что вот из последнего моя любимая фича это раскраска цветов на ганте. Да, вот то есть то, что у нас тоже очень просили, и мы, наконец, сделали. Во-первых, это медитативное в чем-то занятие, когда ты заходишь и свои колбаски раскрашиваешь те цвета, которые тебе нравятся. Вот. Ну, на самом деле, с какой-то определенной целью, например, ты хочешь отделить там фронтовые задачи от бэкэндерских на одном ганте и увидеть, что вот эти задачи у нас на команду бэкэнда, вот эти на команду фронта, вот здесь зависимости между ними. Это помогает тебе в целом спланироваться, понять, что нужно делать в следующем спринте в первую очередь, чтобы все это сошлось прекрасно. Ой, я единственное не посмотрел, можно ли автоматизировать раскраску. О, вот это я как раз хотела добавить. А, ждите. Ждать, ждать, да? Ждать. Прямо сейчас вот мы как раз работаем на этой задаче, она сейчас в работе, потому что бы раскрашивать задачи по какому-то параметру из таких самых популярных, например, компонент, тег, очередь, статус. Блин, класс. Вот я жду. Я один из тех. Вы запишите. Кому-то нравится самому раскрашить, кто-то хочет раз-раз, и все покрасилось. Да-да-да. Вот. Слушайте, ну, спасибо большое, что вот такое сделали интро и погружение в Яндекс.Трекер. И, конечно, уважаемые зрители, мы будем с вами прощаться, но не забывайте, обязательно погружайтесь в продукт, переходите, ищите жучка, и если у вас что-то болит, обязательно оставляйте свой фидбэк, потому что это помогает нам и нашим коллегам делать продукт лучше. Будет прочитано. Все будет прочитано. На этом мы будем с вами прощаться. До скорых встреч. Пока. Всем пока. Пока.